МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Эксид! Я вас слушаю. Открой люк. Поехали поработать. Всем привет. Меня зовут Саша Сериков. Это новый выпуск третьего сезона шоу Велобайки в формате Квест. Шоу, в котором две пары участников выясняют, кто из них быстрее, кто из них сильнее. И все это, разумеется, на велосипедах. Этот проект мы создаем совместно с велосипедным клубом Минск. И сегодня мы с командой шоу решили далеко не ехать. Ха! Начал выпуск с каламбура. Далеко не ехать на велошоу. Ха! Друзья, сегодня мы в Минске. Это Велобайки в формате Квест. Город Минск. Поехали! Партнер проекта – Мотовелозавод и бренд Аист. Аист – это широкий модельный ряд. Горные, городские, женские, подростковые, детские. Каждый найдет необходимый для себя велосипед. Фирменные магазины в Минске находятся по адресу. Проспект Независимости 111, Партизанский проспект 8 и улица Прилугская 60. Ну что, начинаем знакомство с нашими командами «Команда 100». Малышка Артем и Захаров Дмитрий. Артем Малышка – инженер, профессионал в работе, любитель в единоборствах и футболе. Дмитрий Захаров – специалист по маркетингу и рекламе. Топ-3 любимых дела, кроме работы. Туризм, путешествия, вкусная еда. Дмитрий, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Сразу вопрос. До какого города Беларуси вы бы с легкостью добрались на велосипеде? До Бреста. До Бреста? Туда и обратно. Туда и обратно? Ну, если туда и обратно, выезжай, через неделю ждем тебя обратно. Окей. И команда «Атлантем». Оксана Хомич, Диана Помас. Девчонки, здравствуйте. 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 Оксана Хомич, ведущий специалист по работе с клиентами. Увлекается спортом, танцует, путешествует. Диана Помас – веб-аналитик. Ведет активный образ жизни. Зимой коньки, летом велосипед и плавание. Сезон осень-весна. Отдыхаем. Так, скажите-ка, пожалуйста, нам сразу ответ на вопрос, какие ингредиенты необходимы для идеальных выходных на велосипеде? Вода. Вода. В первую очередь. Спортивная форма. Спортивная форма. Солнечные очки. Солнечные очки. И купальник потом закончить. Ну, все у нас есть. Значит, купальников я не уверен, но спрашивать не буду. Скорее всего, тоже все есть. Ну что, я думаю, что мы готовы начинать. Команда настроена на победу как никогда. Посмотрим, кому сегодня улыбнется та самая победа. Самое время объявить правила нашего велоквеста. Участникам необходимо пройти 4 испытания. Победитель каждого получает фрагмент по сказку, которая пригодится им в финальном испытании. Итак, друзья, наше первое испытание под названием «Тюр де Минск». Ваша задача, значит, добраться до специальных стаканчиков, взять по одному стаканчику в одну руку, вернуться и вылезть ее в наши аквариумы. Самое главное, спешиваться нельзя. Только одна нога может коснуться земли. И на все про все у вас 3 минуты. Правила понятны? Да. Вам понятны? Мы готовы? Да. Три, два, один. Поехали. Так, я 3 минуты засек. Ой, а почему это он едет по встречке? А почему они все по встречке поехали? Ладно. Посмотрим, как они справятся с тем, что нельзя спешиваться. Ага, понятно. Сразу видят пацаны А-100 заправлены 98-м, посмотрите просто. Оп, вот так вот вылил, стаканчик выкинул, поехал. Красавчик. У девчонок только самый первый стакан достигает цели. Ладно. А, сразу два. Так, у нас остается 2,5 минуты. Мне нравится их точность. Они почти ничего не пролили. Но я про пацанов. Пацаны вообще ничего не пролили. Девчонки, там такая лужа. Ой, купаться можно. Ребята из А-100 движутся просто с хирургической некой точностью. А девчонки из А-Тантем классные. Неплохо. Промазал в урну. Боже мой. Минус 250 тысяч баллов. Давай, давай, давай. Но это не точно. Давай, давай, хорошая. Слушайте, ну пока непонятно. Пока у них практически равное количество воды. А у нас минута 45 до конца. Она 2 стаканчика с собой принесла. Это же чисто. Слушайте, ребята даже пытаются соблюдать как-то порядок, что ли. Мусор они выкидывают. Минута 20. Самое интересное, о чем они еще не догадываются, что если вдруг они будут что-то вести, но время закончится, они тогда же будут выкидывать. Хотя им сейчас это необходимо. Очевидно, что пока лидирует команда А-100. Хотя, не знаю, надо сравнить, но так на глазок. 30 секунд. Или секунд, я не знаю. Ох, эти женщины с их штучками. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, игра! Все, все, все. Парни живовые. Нет, у нас меньше, я вижу сразу. Немножко. На один стакан. Значит, смотрите. Это колба А-100. Это колба А-100. Даже не на один. Победа команды А-100. Ну, ребята, ну, фактически, ноздря в ноздрю. Но на пару стаканчиков вы опередили. Большие молодцы. А вот у вас, вы заметили, такие хитрости? Нет, на самом деле, это правило мне не запрещено. Но, тем не менее, в первую испытанию проиграли. Но не поводят отчаиваться. Просто плюс одна минута лишняя, и все. Молодцы. Ну что, продолжаем, друзья. Телепроект «Велобайки Квест» создан при поддержке велосипедного клуба «Минск». Велосипедный клуб «Минск» — это первый профессиональный велосипедный клуб страны, организатор республиканских и международных соревнований, велокарнавала и других масштабных проектов, в том числе и для любителей. Одним из таких проектов являются детско-юношеские соревнования «Перши Робот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, наше следующее задание называется «Фотоальбом». Ваша задача — поехать в парк, пройти все испытания, которые я вам дам именно в той последовательности, как они указаны, сделать там селфи не далее 20 метров и вернуться обратно. Кто быстрее это сделает, тот и победил. Прошу. Ваше задание. Ну что, теперь, если готовы, поехали! Время засекать не будем. Пускай победит сильнейший. Партнер нашего второго испытания — сеть ювелирных салонов «Семкарат». «Семкарат» — это всегда богатый выбор украшений и комфортный сервис. В сети действует выгодная система скидок, а также программа лояльности и постоянная акция. «Семкарат» — покупай выгоды. Второе испытание. Участники будут проезжать в парке имени Янки Купалы. Он находится совсем неподалеку от нашей основной площадки. Девушки сразу вырываются вперед, а парни сходу решили усложнить себе испытание, поехав в объезд. Возможно, им просто немного стыдно за победу в первом конкурсе. Ты знаешь, куда едешь? Да! Э! Я же тебе говорил! Догоняем! Так-так, куда-куда-куда-куда? Вниз туда. Они догоняют нас! Ну все, ваша фора закончилась. Лыжню! Уже через несколько сотен метров мы понимаем. Парням не стыдно. Они нагоняют и обгоняют команду. Эй! Просим, просим, просим. А где здесь езжать? Через мост и налево. Я их догоняю, догоняю. Артубы и три стремительно направляются к своей первой точке, а именно к фонтану Купальника. Да, и мы прямо в фонтан утыкаемся. Оперативней, оперативней. Фонтан Купали. Самый первый вариант данной композиции установили еще в советское время и назвали венком. У девушек первая точка. Это памятник Янке Купала. Но они почему-то делают первое селфи возле... Возле мусорок будем фоткаться. Мусорок? Ну, вот тут, короче. Давай. Блин, телефон все далеко. Девушки почему-то сначала решили сделать селфи возле музея Янки Купала. Причем с тыльной стороны, а должны были возле памятника. Как говорится, внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом. Далее команда девушек направляется к памятнику Янке Купалы. Что? Сюда, сюда. Хм, что не задумали. Почему-то Оксана и Диана любят делать фото с необычного ракурса. Памятник-мемориал Янке Купалы. В подножии памятника расположились раскидистые листья папры, любимого растения пары. Пока девушки устраивали фотосессии не там, где надо и не так, как надо, парни с легкостью находят вторую точку маршрута. Памятник Франции с Пускарини. В Минске находится сразу несколько памятников нашему знаменитому первопечатнику. Это объясняется тем, что вклад Франциска с Кариной в развитие печатного дела, да и вообще пустой в Беларуси, сложно переоценить. Третья точка парней – светомузыкальный фонтан. Светомузыкальный фонтан – самый большой в стране мультимедийный фонтан. Вдобавок, главным его отличием от фонтана в других странах является то, что он расположен прямиком на воде. В темпе самых настоящих велогонок парни летят к фонтану. За ними пристраиваются девушки. Значит ли это, что им приглянулись парни и соперники? Давай с тебе за селфи. Совместное селфи! Девушки не обращают внимания на предложения парней, потому что сейчас им интересен только один мужчина. И это Франциск с Карина. Ну, точнее, его памятник. А, блин, налево? А может, и нет. Не-не-не, подожди, назад, 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 назад. Команды разъезжаются. Девушки немного отстают. В погоне за Франциском с Кариной. Они решают поехать в другой парк. Да-да. А мы ведь говорили, что испытания проходят в рамках одного парка. Я очень надеюсь, что он там. Очень надеюсь, что он там. Блин, если он не здесь, то капец. Он не здесь. А вот и грамотное решение – спросить у местных жителей. Я прошу прощения. Может быть, вы знаете, где здесь скульптура Франциск с Кариной? Не знаете? Девушки, спасибо. Может быть, второй мужчина нам поможет? Здравствуйте. Может, вы подскажете, где здесь памятник Франциске с Кариной? Это где-то в Купаловске. Наверное, в том парке. Помощь от мужчины Оксана и Диана не получили и возвращаются в нужный парк. А парни продолжают не только находить объекты, но и шутить по дороге. Где он? А это туда куда-то. Я не вижу. А он есть. Точно? Кто же его посадит? Это ж памятник. Маутинбайк. Фоточку, фоточку. В отличие от девушек, парни фотографируются спереди от памятника. А не как девушки – со спины. Круто, круто, круто. Оно и понятно – за спиной каждого великого мужчины должна быть великая девушка. Это последняя, да? Да, последняя. Музей Янки Купалы. Я думаю, это первый человек, который решил дрифтануть у входа в музей. Музей Янки Купалы. Музей основан в 1944 году. Пока парни делают ссылки на последней точке своего маршрута, давайте посмотрим, как дела у девушек. Можем за них порадоваться. Они вернулись в нужный парк. Так, давай сейчас вот сюда. Очень хочется, чтобы у девушек все получилось, и они отыгрались за первое испытание и обогнали парней. Скорее всего здесь. Напомню, что они должны найти памятник с Кариной, который… Которые только что успешно проехали. Это он? А это все. Это Папандос с Французом с Кариной. Это просто жив. Девушки, Папандос с Кариной был бы, если бы он не научился печатать. А вы просто немного запутались. Это тоже не просто Скарина, но он должен выйти там здесь. Он должен выйти там здесь. Скарина, ты где? И о чудо! А вот он, господи, боже мой! Мы же здесь прорежали, да? Ну мы с тобой с Лоу-Поки, конечно. Так, ну-ка иди сюда, подожди. Слоу-Пок – существо Покемон из одноименной серии игр и мультфильмов. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там творится на финишной прямой. Как я и предполагал, команда А-100 лидирует первыми. Давайте посмотрим на них. Вот так есть. Так, ребята, поздравляю вас сразу. Ну вы пока что победили, но доставайте-ка ваш мобильный телефон. Фонтан Купалья есть. Памятник Скарини есть. Светомузыкальный фонтан есть. Памятник Мамериаловника Купалы есть. И музей Купалы есть! Ну что, друзья, это победа 2-0! Поздравляю вас, ребята! Вот интересно, это же девочки. У них же там своя логистика. Они же в картах по-своему разбираются, с какой стороны они приедут. Я не удивлюсь, если они прямо сейчас вылезут из фонтана. Ну, естественно, как я предсказывал, едут к нам из фонтана. Разумеется, даже не на финишную прямую. На самом деле, финишная линия была здесь, но все хорошо. Вы молодчики. Да, вы первые. Ладно, расскажите сразу, что пошло не так? Где вы запутались? Нас подвел Францисус Карина. Он еще никогда никого не подводил. Чуть поподробнее, как это произошло? Ну, в общем, там стоял оператор. Но нам совсем не пришло в голову, что там, где стоит оператор. Там находится Францисус Карина. Он нас отвлек, вы понимаете, он подмигивал нам. Смотрите, этот оператор уже уволен. Но вам удачи в следующем испытании. А мы двигаемся дальше. Третье испытание. Поехали! Напомню, партнеру этого испытания – сеть ювелирных салонов Семкарат. Сегодня Семкарат – это более 60 ювелирных салонов по всей стране, где собраны современные коллекции, которые восхищают красотой миллионы людей. Здесь вы сможете подобрать оригинальные и изящные украшения лучших брендов. Семкарат. Покупай погодно. Итак, друзья, наше следующее испытание под названием «Найди 10 отличий». Мы уже подготовили для наших участников вот такие вот наборы, которые им необходимо будет собрать. Это наборы для отдыха. Разумеется, весь реквизит хранится в багажниках наших автомобилей. Но одна проблема – там есть еще и куча всего остального. Итак, наши участники посмотрят на эти картинки буквально 30 секунд, и после этого должны будут принести нам из машин ровно то, что указано на этих картинках. Итак, раз правила известны, я даю участникам их картиночки. Так, прошу вас. Самое главное для наших участников в этом испытании – создать комфортную зону отдыха. Такое же большое внимание к комфорту уделяет компания «Эксид». «Эксид ВИКС» создан для пограждения в атмосферу безупречного комфорта благодаря сиденьям премиум-класса, авиационным подголовникам и трехзонному климат-контролю. Но и это еще не все. Если вы привыкли брать с собой на отдых много вещей, вместительный багажник «Эксид ВИКС» с легкостью справится с поставленной задачей. Поэтому и отдых, и дорога для вас будут максимально комфортными. «Эксид ВИКС» – рожден для большего. Ну а наше испытание уже начинается! Итак, друзья, 3, 2, 1, время пошло! Осталось пара секундочек, они тут же поедут за своими штуками. 20 секунд! 10 секунд! А, простые. 3, 2, 1, поехали! Поехали, поехали, время, время, время! Бумажку сюда ко мне. Опа! А вот и все. А вот и посмотрим. А что, можно вдвоем, да? Все, сложил, но ничего не запомнил. Это вообще их? Их. Так, мальчишки, значит, сфервируем стол красиво, чтобы все как надо было. Точно все так и было? Да! А если проверю? Проверь! Хорош! Так, трубочку! Эй-эй-эй! Так! Так, что ты там делаешь? Так, а вы страницу точно помните? А это не надо! Слушайте, ну у мальчишек прям хорошо. Знаешь, как будто бы некая фотографическая память. Вот прям все оп! И вот почти как было. Вот смотрю на картинку и понимаю, что ничего почти не напутали, но кое-чего не хватает. Посмотрим, найдут ли. Все, на этом испытание закончилось. Давайте уже узнаем, кто здесь победил. А можно мы еще проверим съездим? Начнем с вас. Вообще дамы славятся своей памятью, своим вниманием или полным отсутствием. Так, бублик есть. Скатерти нету, забыли. Мяч есть. Стаканчик есть. Итого, несоответствие у нас раз-два. Два балла вам на пересдачу! Мальчишки, смотрите. Скатерть есть. Человек-паук есть. Три яблочка. Есть. Графин есть. Итак, и подушечка у вас есть. Так, раз-два. Друзья, ну тоже получается, что... Два балла. Обычно, конечно, такого у нас не бывает. Но в этот раз я вынужден констатировать ничью. Поэтому никто из вас дополнительного штрафа в минуту не получает. Ну что, ребятки, едем дальше. И у нас финальное четвертое испытание. Поехали. Ой-ой-ой-ой. А до этого давайте, конечно же, вручим им подарки. Вот теперь поехали. Друзья, в этом испытании у нас получилась ничья, поэтому обе команды получают призы от компании «Атлантем», а именно автомобильного бренда премиум-класса «Эксид». Узнать больше о премиальных автомобилях «Эксид» можно на выездном тест-драйве с тест-пилотом «Эксид». Это полуторачасовое управление автомобилем за городом с инструктором. Записывайтесь на тест-драйв на сайте «Атлантем Эксид Байк». Итак, наше финальное четвертое испытание под названием «Фотоохота». Я вам сейчас выдаю карты, пускай они пока полежат здесь. Вам необходимо будет, разумеется, найти достопримечательности, которые указаны там, они находятся на записке, и пройти их в том же порядке, как они там написаны. И, разумеется, сделать фото не далее 20 метров. Но и это еще не все. Вы должны будете найти обменники и в одной из точек разменять вот такие деньги. Помните их еще? Я думаю, что помните, но это было очень давно. Мальчишки, вам, конечно, всего хорошего. Жму ладонь. Спасибо большое. Засекаю две минуты, а вы едьте. Все, пока. Ну что ж, а с вами мы покукуем еще две минуты. В финальном испытании у парней преимущество две минуты. Но, как мы видим, мотивация у них стала еще сильнее. В момент, когда парни подъезжают к улице Зыбицкой, наши девушки только стартуют. У девчат своя тактика. Мягкость, вежливость и надежда на свет. Надеюсь, парням повезло. Не повезло тоже с этим, с красным светом. Я даже не знаю. Давайте на проекте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нам очень нужно. Спасибо большое. Парни хорошо работают в команде. Да и прекрасная физическая форма им помогает. Это выше, вот там. Вот там. Выше. Смотровая площадка. Об этой точке города Минска не нужно рассказывать. Достаточно просто посмотреть вокруг. Ищи дальше. Смотри, правильно. Ну что ж, посмотрим, смогут ли Оксана и Диана нагнать отставание от парней. Сейчас девушкам нужно отыскать первую точку. Музей денег. Музей денег. Так вот же он, нет? Музей денег. Проект, посвященный истории денежного обращения на территории Республики Беларусь. В экспозиции только оригинальные монеты и банкноты, ходившие на Беларуси в последние две тысячи лет. Парни так же, как и девушки, к четвертому испытанию уже понимают специфику работы съемочной группы. Ищи чела в белых майках. Вот с вот аппаратом. Тут, кстати, была прекрасная забегаловка как-то. Про забегаловку даже для нас это новость. А вот про музей карет мы знаем. Вместе с археологическим музеем и музеем «Минская конка» он входит в большой музейный комплекс, который располагается на территории бывшего Бернардинского монастыря. Туда, к шлагбауму. Прям жестко сейчас тут. Можно газовать. Памятник «Утро художника» — скульптурная композиция, установленная в честь белорусского художника Валентин Вильгельма Ваньковича рядом с его домом-музеем. Утро? Ну, я с утра так же выгляжу. Смелое заявление. Проверять его мы, конечно же, не будем. Парни очень грамотно подходят к испытанию. Даже к велосипедам у них бережные отношения. Казённая жажда. Ой, девчата, там тут тяжко будет. Так сюда по-другому не заедешь. В это время девушки подъезжают к скульптуре «Утро художника». Ребята говорили, что девушкам придется сложно. Сейчас и проверим. Мы вообще просто не сфоткались даже возле музея. Девочка, я тебя прошу, посторожи, пожалуйста, в велосипед, хорошо? Девушки молодцы, нашли выход. Можно же оставить велосипед и сбегать сфотографироваться на горку без велосипеда. Парни все-таки справляются с заданием и находят последнюю точку. Вот золотая часть. Хорош. Погнали. Добрый день. Все, спасибо. Все, все, все. Погнали, погнали, погнали. С нескрываемой уверенностью в победе они отправляются на линию финиша, не забывая себя похвалить. Парни так быстро и уверенно проходили наши испытания, как молниеносные леопарды, как скаковые лошади. А может, Артём и Дмитрий верят себя по-другому? Как дикие барсуки. Как нежные шиншиллы. Как неутомимые кузнечики. Как ненасыдные кильки. Мы всех порвём. Партнер проекта – Мотовелозавод и бренд Аист. Аист – это широкий модельный ряд. Горные, городские, женские, подростковые, детские. Каждый найдёт необходимый для себя велосипед. И это победа! Девушки очень старались, но всё же им не хватило сил и немного удачи, чтобы обогнать парней финальным испытанием. Ну что ж, а вот и наши девчонки, красотулечки, прошу вас. Долгожданное первое место с конца. Молодчики. Ну, я так понимаю, что просто кайфовали и ехали себе в кайф. А вот вам петулечка. Ну что, ребят, я вас поздравляю с победой. Это очень почётно – победить девушек. Вы огромные молодцы. А сейчас самая приятная – церемония награждения. Целепроект «Велобайки Квест» создан при поддержке велосипедного клуба «Минск». Велосипедный клуб «Минск» – это первый профессиональный велосипедный клуб страны, организатор республиканских и международных соревнований велокарнавала и других масштабных проектов, в том числе и для любителей. Одним из таких проектов являются детско-юношеские соревнования «Перший Ровер». От «Атлант М» победители получают крутой шоппер и, внимание, жёлтую майку лидера. Она точно прилетёт к вам в повышенный интерес. И поверьте, если вам кажется вдруг, что она не жёлтая, поверьте, она жёлтая. Держи. Клёво. Ну что, наденем? Конечно, наденем. Ну и хорошо. Ну а для вас, девушки, компания «Атлант М» также приготовила отличный, пусть и увешительный подарок. Держите. Спасибо. Ну а от велозавода вы получаете лимитированный брендированный мерч. Поздравляю вас. Держите. От компании «Семкарат» вы получаете дисконтную карту категории «Премиум» с постоянной скидкой во всех магазинах сети. От велосипедного клуба «Минск» наши участники получают брендированный мерч велофестиваля «Перший робот», второй день которого уже стартовал. Уважаемые зрители. Велосипедный клуб «Минск» организует много интересных проектов не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Следите за проектами велосипедного клуба на сайте и принимайте в них участие. Но и это еще не все. Дорогие участники, каждый из вас получает подарок от велосипедного клуба «Минск». Специальный приз. Умная колонка. Я поздравляю вас. Спасибо. Это было шоу «Велобайки» в формате квест при участии команд «А-100» и «Атлан-М». Меня зовут Саш Сериков. Смотрите наше шоу каждую неделю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова